Вартаев был участником очень неприятной истории, когда его обязательный матч с нашим Андреем Пестраевым очень много мог решить в судьбе того же Андрея. Более того, организация, по которой он чемпион мира по версии WBA, она спокойненько смотрела на то, когда Экокварте поманили большими деньгами, он отказался от этого боя, когда уже в принципе народ собирался на этот матч в Митсе. Это еще один штрих в картине репутации организаций, которые санкционируют в бои за титул чемпиона мира. Оскар Диллахой никогда не забывает, что он мексиканец, вернее американец мексиканского происхождения. Еще в Барселоне он вышел на рынок с двумя флагами, американским и мексиканским. Прирогу в контакте. Каждый победит, у которого еще не только и неизбежит с бюджей, с бюджей, нашим бюджей. Этот бюджей для вас будет ли вы в команде предстоящи новых встреч. Бuits, которой вы победили. Примерно-партамент из-за последнего, предстота, Севаста, Резорologists в Киевах. This bout is scheduled for 12 rounds or less for the WBC Welterweight Championship of the World. And the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing gold and weighing in at 146 and one half pounds. He comes to us tonight with a professional record, unpunished by Demi. He has won 34 points. He has won 34 points. He has won 1 disputed draw. We will deny those victories have won 5 points. He is a former world champion who surrendered his title for the opportunity to challenge the opponent he now faces across this region. Ladies and gentlemen, from Accra, Ghana, Africa, here is the champion of the world. The champion of the world, the champion of the world, the champion of the World. of the World. ovich WOW. квартей по кличке базу к 29 побед 24 нокаута в остальных графах ноль поражения ноль ничьих непобедимый Оскар Делахо в общем можно конечно считать преувеличенными восторги в адрес Оскара Делахо но в общем надо быть справедливым он невероятно талантлив он симпатичный парень и он сделал то что редко кому удавалось на профессиональном ринге за пять лет он был чемпионом мира четырех весовых категорий по мере того как он рос он захватывал все новые и новые титулы в следующих весовых категорий сегодня его 18 защита титул умер с вами остается только посмотреть насколько серьезные были предсказания аналитиков об опасности, которую представляет Айт-Квартея. Еще один маленький недостаток Айт-Квартея. Насколько механическая манера ведения боя. Ветеран, опытный старый тренер Джилл Клэнси, которого привлекли сразу после ухода иммунового Стюарта, подметил один технический грешок Айт-Квартея. Настолько вкладывается в свой левый джеб, что иногда теряет равновесие, выходит из баланса. Пока что идет перестрелка с дальней дистанции с жесткими прямыми ударами с передней рукой. Коронное оружие Оскара Гиллахоя, это, конечно, знаменитый левый крюк. Раньше он просто откровенно выводил себя в положение замаха после промаха правого или правого удара. Сейчас он стал гораздо более разнообразен, внезапен и умеет связывать комбинацию из ударов так, чтобы левый крюк оказывался завершающим. Но, как мы с вами знаем, Айт-Квартея тоже не промах. Бьет он, может, чуть помедленнее, но у него очень тяжелый такой же левый крюк. Ну, а Базука его прозвали за правый удар, правый прямой в голову. Вот сохранил ли он ту скорость, с которой он действовал раньше? Осторожненько пока что ведет себя Оскар Гиллахоя. Очень внимательно, очень расчетливо. Эффектная комбинация. Но, в общем, безрезультатная пока что. Оскар Гиллахоя. Эти вот удары, которыми осыпает Оскар Гиллахоя в артее, понятное дело, попытка остановить его. Немножко измотать. Напряженный и в то же время неторопливый раунд. Первый раунд был. Держи его подальше от себя, смещайся по сторонам. И оставайся позади своего джеба. В общем, как и предполагалось. Именно такая схема избрана для того, чтобы сдержать квартее. Быть подальше, смещаться, заставить его гоняться за собой по рингу. И в то же время не упускать ни малейшего случая. Лучше всего такие случаи создавать для серийной атаки. Быстрой серийной атаки. Успех этой тактики будет зависеть только от одного. Насколько однообразно будет действовать Айк-Квартее. Потому что при всей мощи своих ударов, если Оскар Галахоя просчитает ритм определенный, Айк-Квартее будет у него в кармане. Галахоя очень чувствительный боксер. Очень здорово умеет улавливать слабые места противника. Не достает Квартее. Пока что не достает. Понятное дело, Оскару легче действовать, ничего не предпринимая. Ну, в общем, замысел понятен, видите? И Квартее понял этот замысел. В контратаке Галахоя сейчас пришлись в воздух. Дважды. Бросился вперед Квартее. Нарвался на жесткий стопинг такой. Левый опять-таки. Неплотно достал сейчас Квартее справа. Но достал. Вот тревожный звонок. Вот чего хочет Квартее. Он хочет, чтобы Галахоя подрался с ним. Чтоб вступил в обмен ударами. Ну, в общем-то, я не знаю, насколько это мудрое, так сказать, продуманное решение. Галахоя-то тоже бьет, дай Боже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это вот то, что делает бокс настоящим спортом Все-таки Белохой Даже для этой весовой категории очень высокий Он постоянно говорит о том, что он все равно до сих пор учится Что он еще не достиг совершенства Что он хочет проводить такие бои, чтобы он остался в истории мирового бокса Как многие звезды прошлого А тут по-прежнему продолжается война нервов И все ждут, ждут этого спорта, который может остро устроить в любой момент Главное заметить, уловить этот момент, когда Квартейн не будет готов к контрудару Заканчивается третий раунд И Оскар Дилахой по-прежнему не отказался от избранной тактики Второй номер он сейчас на ринге Но мы знаем, что он, в общем, часто может использовать эту тактику Быть вторым И за счет превосходства скорости Вот так вот опередить А тут опасно Бросаться нельзя на Квартейн Нельзя здесь Можно получить Весьма отрезляющую комбинацию Или просто один удар Все африканцы, которые в округе находятся Сейчас, пусть набились в этот Томас Макс центр Звучат вот эти там-тамы Уважаем Да, видели? в финальной фазе этой серии зацепил такие оскара квартей удар пришел с подбородок слева он бьет здорово в общем то я так думаю что если использовать образный язык у каждого еще есть по парочке тузов в рукаве все козыри еще никто не выложил и не только какой-то трюк или комбинацию и смена темпа и смена тактики все тут может быть рано или поздно конечно гроза разразится еще только четвертый раунд я думаю все таки в штабе оскар дела позвали большую ошибку что отказались от услуг великого тренера иммануэля стюарта когда это произошло я помню был бой с реверро если помните и оскар галахой несмотря на то что бой выиграл это очень не убедительно смотрелся тогда что чувство что исчезла мысль определенно исчезли люди которые гораздо сложнее разбираются в боксе понимают всю глубину и сложность этого спорта примитивного на первый взгляд остался его отец и остался тренер алькаса не от хорошей жизни вынуждены были пригласить джилла слэнси которым уже наверное под 80 но тем не менее толк от его присутствия есть немножко поздно пытался обострить не успел оскар финальной фазе этого раунда в углу оскара требует чтобы он держал его в углу оскара требует чтобы он держал его подальше от себя, подальше от себя. И так, по-моему, далеко достаточно держится Оскар Дулахова от квартиры. Нет, ни тому, ни другому не удастся подловить на серьезную комбинацию, на серьезный удар в середине ринга. Здесь нужна хотя бы недолгая остановка кого-то из противников. Тогда его можно подвергнуть серьезной бомбежке. А если у него за спиной пространство, куда он может отступить, вряд ли удастся подловить действительно что-то опасное. Оскарmadир. Ура! В busе уже ко мне. Обратили внимание, мы все. Пятый раунд идет. Сейчас пойдет последняя минута пятого раунда. Максимально осторожно действуют противники. До сих пор. Никто не обостряет, потому что понимает, что может такое обострение оказаться фатальным. Для любого из бойцов. Рано или поздно это все равно произойдет. Рано или поздно это все равно произойдет. Рано или поздно это все равно произойдет. Блокировал правую руку Оскара. По-моему, за всю свою карьеру Оскар Делохой еще ни разу не слышал такой реакции публики. Разве что после первого боя с Чавесом. Рано или поздно это все равно произойдет. Ну, наконец-то. Был ли там удар, мы с вами увидим на повторе. Ну, вот в середине боя добился такие удачи Оскар Делохой. Обычно в таких случаях он не отпускает противника, потому что понимает, что нужно беречь вот эти самые секундочки, когда не успевает он восстановиться. Ну, и тут вот тоже можно нарваться на неприятность. И Оскар понял, что момент упущен. Ну, вот как вам это нравится, обмен любезностями, говорил я вам, недаром у него кличка Базука. Когда вы видели Оскара в таком положении? Вот сейчас же Айкварте идет на добивание. Ну, молодец Митч Хелпин. Помог. Помог любимцу американской публики. И помогает и сейчас. Как бы этот бой не кончился, если Оскар Делохой сохранит свой титул, я думаю, ему нужно отрезать кусок своего чемпионского пояса и подарить мячку Халпин. Самый нужный момент вмешался Халпин. Да еще так эмоционально. Оу. Ворте попадает справа. Да. И тоже понял, что момент упущен. А вообще, мне кажется, существует определенная вялость в действии Оскара Делохой. И Квартей, по-моему, зря сейчас сбавил обороты. Видно, удар был достаточно увесистый. Ну, представляете, какой бой. Какой там Тайсон Бота. Как зато может сравниться. Что-то я не помню, чтобы золотой мальчик так перепадало за один раунд. Я не помню, что-то не помню. Квартей, по-моему. Муа, муа. Муа. Седьмой раунд и все еще ничего не решено. Что там такое? Много вазелина. Много вазелина. Да, прямо скажем, неожиданный поворот. И не в том, неожиданный, что упал Оскар Дилахо. Неожиданный в том, что он сбавил обороты внезапно. Такого с ним не бывало прежде. Это нерешительность просматриваться его действия. Кварте не просчитал выгодный момент. Не просчитал, я имею в виду, вот тот момент, когда Дилахоя сбавил обороты, притормозил. Когда он просто, так сказать, был, мне кажется, в какой-то момент в растерянности. Бой переходит в такую фазу, которая совершенно не свойственна боям с участием Оскара Дилахоя. Заметили? Аккуратно и не очень решительно пошел Оскар Дилахоя. Тоже какие-то новости в его поведении на ринге. От чего ждет Квартей, когда-то мне непонятно. Может быть он хочет все-таки вытащить на атаку? Да. Похоже, что так. Вот чего он ждал. Вот что он пытался сделать. Он, видно, понял, что... Ну не поймаешь Оскара Дилахоя в середине ринга, когда он просто сам пойдешь в атаку. Не поймаешь. Сместится, он уйдет, ускользнет, может встретить. А вот если заставить его идти на себя и перехватить его атаку, здесь появляется шанс определенный. Для сильно бьющего бойца шанс великий. Видно, и Оскар это тоже чувствовал. Может поэтому он так... Удар пришел, видите, как... Наголову сверху. Что и спасло его? Золотого мальчика. Восьмой раунд. Еще раунд, и Оскар Дилахоя нужно будет рисковать. Ему придется это сделать, потому что никто ему не простит пассивности. Хотя я не думаю, что его можно обвинить в пассивность. Он просто не просчитал, еще никак не разобрался, как же подступиться к этому крутому ганцу. Имеется в виду жителю Ганы, этому базуке Квартею. И кроме того, начинаешь ведь терять уверенность в своих лучших качествах, когда раз за разом Квартею просто оттягивается от быстрых атак Дилахоя. Вот, раскрутил, расслабил, пустил в ход свою правую руку Квартею. Причем, вы, наверное, по звуку слышите, насколько увесисты его удары, насколько жестко он вкладывается в эти удары. Имеется в результате. Мне кажется, что ошибка Оскара в том, что он уж слишком однообразно и примитивно пытается подойти к своему противнику. Без разнообразной работы левой рукой, без угроз, без ударов левой, не подберется он в квартей. Двухударные комбинации требуются от Оскара Делахоя. Это он должен делать, и, в общем-то, наверное, это справедливо, потому что дольше задерживаться возле квартей нельзя. И в то же время вот так вот тянуть время уже тоже нельзя. Пора выигрывать. КОНЕЦ Не знаю, почему это довольно суетливая комбинация Оскар Делахоя. Такой восторг вызывает у публики. Может быть, не все видят, что это безрезультатно была атака. Но, может быть, вот таким образом приветствуется хоть какая-то активность со стороны золотого мальчика. Вы помните его бесчисленные серии? Быстрые, взрывные, острые. В тех боях, которые были раньше. Сейчас он суетится, когда идет вперед. Видно, угостил его прилично. Айк-Квартей. И, в общем, внушил к себе уважение. Чего прежние противники не делали. Где же эти двухударные комбинации? Сколько можно стоять вот так вот? Ниже, ниже подсаживается Оскар Делахоя. А он выше, прилично выше. Айка. О, да. Не помню я, чтобы такие вот гостинцы доставались Оскару Делахоя в прежних боях. Сколько промахов. Не подарок этот Квартей оказался. Хороший раунд. И, по-моему, весь этот раунд за Квартейл. Оскар, твои golpes estão muito por fora. Рекорта-los, 45. С sigue trabalhando, os operas. Os operas are working beautiful. А вон из-за сего угла наблюдается легкая паника. Алькасар просто... Show the judges you want to win the round. Да, сейчас начинаются чемпионские раунды. Десятые, одиннадцатые, двенадцатые. Три последних. Нервы, конечно, главные. Вот, видели? Такой ударчик. Как еще выдержал этот удар Оскар Делахо. Вы и сами знаете, но я на всякий случай напомню, что это бой за звание чемпиона мира между Оскаром Делахоя, чемпионом, и Айкан Квартеймом. Айкан Квартеймом, и Айкан Квартеймом. Кто рискнет первым? Кто первый рискнет обострить бой? По-настоящему обострить. Мы все прекрасно знаем, что публика на стороне Оскара Делахоя. Каждый удар, даже промок, встречается ревом. В условиях, сами понимаете, таких накаленных это будет действовать на суде в случае равенства. И Квартейм не выиграть этот бой, и он, и его штаб должны это понимать, если он только не пошлёт на пол Оскара Делахоя. Тут, правда, есть опасность и самому упасть. Нервы этого африканца, я смотрю, очень неплохие. Он не горячится, он гнёт своё. Также монотонно пытается раскрыть противника под правый удар. Пару раз ему это удалось. Мы обратили внимание, что вот эти спортовые атаки Оскар Делахоя просто потеряли всяческую эффективность в бою с этим африканцем. Провал. Чистый провал со стороны Оскара Делахоя в предыдущих раундах. И слишком мало времени остается, чтобы поправить положение. Случай может представиться, да. Вот вопрос в том, сможет ли он его использовать. Тут, в общем, полное спокойствие. ПобедуБ 캐. Рудак, Пару. В общем, к sla��у здоровья, он объяснит, не вінчан,reteфиум к дам. Надо попробовать поправить неıсть себя, куда егоיך зафиксировать. К Rank Adventure, начей тут возвращать! Кpy Nut Luckily, kä blame них зафиксировать! Это повards? Пока... ...куда... Да, несколько подпортил патогеничное лицо Оскара и этот самый Айкварте не помню я, что к тому так доставалось в боях раньше посмотрите скованный и неуверенный Оскар Галахоя когда такое было раньше я представляю какой шум сейчас поднимется после этого боя как бы он не кончился, даже Оскар выиграет даже если он его выиграет нокаутом все равно злорадные противники Оскара которые всегда заявляли, что это так сказать дутая фигура что это защищенный боец как они говорят боец, которым подбирают противников все они сейчас получат аргументы в свою пользу и я не думаю, что это будет справедливо каждому бойцу попадается противник с которым не знаешь, что делать да, наконец-то встал в такой поскоп Оскар ему надо двигаться по фронту ему надо смещаться потому что он постоянно стоит перед Айком и тому очень просто ведь он же действует, обратили внимание длинными прямыми ударами ему выгодно ему нужно, чтобы цель была перед ним 20 раз повторили Оскару Дилахо в углу смещайся по фронту из стороны в сторону ну вот он нависает над противником все думая, что ему удастся удастся уловить момент не получается и попасть не может представляете не может попасть причем на той дистанции где он, в общем, прекрасно себя чувствует на среднем я думаю, что в шоке сейчас прибывает все обожатели Оскара Дилахоя которые сидят и в этом зале и у телевизоров все знали, что Айквартей, да достойный соперник но в общем так, чтобы уж он очень сильно отличался от всех других боксер простой прямолинейный в скорости конечно, никак не может сравниться с Оскаром ну и так далее плюс ко всему прочему родные стены как вам это нравится во что этот бой превратился что остается делать панели пропал или не горячится и понадеется на судей надо выиграть этот раунд и тогда бой будет в кармане Оскара что там случилось такое вот тут нашла коса на камень что следовало ожидать гордость не позволит Оскару просто так уйти с ринга не навязав вот такую рубку не поставив все на карту и вот здесь в этом компоненте выясняется что грозный Айквартей проигрывает в чистую в чистую рубку которая неизвестно сколько будет продолжаться полраунда осталось хватит пороху у них продолжить это но я думаю что вот сейчас если только в арте не попадет Дилахоя именно этим спортом выиграл этот бой что там произошло по-моему в коротком обмене вблизи Оскар пропустил таки удар жесткий удар справа и ему конечно нужен еще один спорт кто-то должен пойти вперед оставшиеся 30 секунд должны поставить точку в этом бою непонятно что происходит с Оскаром Дилахоя непонятно вот эта концовка раунда после такого спорта я думаю что наверное он таки пропустил сильный удар вблизи здесь ну вот согласитесь те кто набился в этот Томас Мак центр в Лас-Вегасе кто кто сидел у телевизоров кто сегодня в России проснулся рано и смотрел этот бой не зря это сделали действительно блестящее завершение этого спортивного вечера главное событие до чистое попадание левый крюк в челюсть это был нокдаун сто процентов и здесь квартей только отбивается держит все удары держит не падает но в общем чистых попаданий с его стороны почти нет и вот бы мне очень хотел вот этот момент когда квартей попадает справа жестким коротким таким ударом ну счет нокдаунов конечно в пользу Оскара Дилахоя а вот счет ударов я не знаю может быть то что Оскар не добрал в течение 12 раунда ему удалось сделать в финале вот тут в углу я не думаю что судьи тщательно подсчитывали каждый удар 114 114 113. Для Диллахоя. 116. 12. 116. 112. И все понятно. В пользу Оскара Диллахоя с разногласием. С разногласием судей. Не помню я, что такое было прежде. На этом, дорогие друзья, прощаюсь с вами и желаю вам всего...